Посмотрите, это урановое стекло. Прямо отдельно можно, да? Да. Это наше, да? Да. Это Чехословакия. Чехословакия. И сколько она стоит? Пять с половиной. А эти три тысячи штучки. Можно пять штук, в принципе, у нас лет нормально. Можно, ну, как бы по штучному, подбить его на руки, на серьги, на кольцо, на стекле. Отдают и умерли. Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои прекрасные зрители. Сегодня речь пойдет об урановом стекле, с которым рано или поздно сталкиваются все коллекционеры. Я, например, часто его встречаю на блошиных рынках. Что же это за стекло? И чем оно так ценится? Ну, привлекает, конечно, очаровывает его свойства флуоресценции в ультрафиолетовых лучах. Вот что говорила Людмила Марковна Гурченко, увлекающаяся этим стеклом и коллекционирующей его. Я увидела прозрачную зеленую вазу. Ярко светило солнце, на бюро из корейской березы стояла эта ваза. Удивительной красоты. Словами не передать. И я, еще учась в институте, начала ходить по комиссионным магазинам покупать вазочки. Со временем простое увлечение переросло в страсть. Актриса не могла пройти мимо ни одного магазина с антикварным стеклом. О ее увлечениях знали все друзья, знакомые, коллеги по актерскому цеху. Поэтому часто дарили изделия из коноречного стекла. В музее актрисы этими изделиями ярко-желтого с зеленого цвета заставлено аж три подоконника. По воспоминаниям родных, актриса часто сидела у окна и смотрела, как солнце освещает золотисто-зеленые вещицы. Наблюдала, как в последних лучах заката разгорается флуоресцентное свечение магического стекла. Сама актриса утверждала, что это стекло давало ей силы и энергию. И судя по неуемной энергетике, которую обладала Людмила Марковна, это действительно так. Сегодня коноречное стекло не выпускается, поэтому представляет собой значительную коллекционную ценность. В зависимости от времени изготовления вещи, ее сложности, красоты и производителя, стоимость может колебаться от 2-3 тысяч рублей до 70-80 тысяч. Для изготовления такого стекла применялись оксиды соли и соли урана в строго определенной концентрации 0,45%. Если чуть больше, то это становилось более вредно для человека и в то же время переставало так красиво флуоресцировать. Если меньше, то тоже меньше флуоресцированно. И выдержать такое процентное содержание для того времени было очень трудно. Поэтому коноречное стекло производилось только тремя зарубежными фермами. Богемия Кристалл, Бегли и Дэвидсон. Долгое время никто не мог разгадать рецептуру этого стекла. Однако в 1830 году российские стеклодовы сумели ее определить. И начиная с 40-х годов 19 века производство коноречного или уранового стекла началось в нашей стране. Сначала им снабдили императорский двор, после чего оно прочно вошло в моду. И сервизами из коноречного стекла обзавелась практически вся знать купечества и высшее духовенство. И хотя урановое стекло в форме готового изделия никакой опасности не несет, однако может быть смертельно опасно для стеклодувов. И в 40-х годах 20 века его перестали изготавливать. Встречаются другие номинования уранового стекла, кроме коноречного, про который я уже говорила. Это наиболее старое название, которое было использовано в 1840-х годах в Англии. Также есть бирменское стекло, непрозрачное, с оттенками от желтого до розового, содержащее оксида урана и соединение золота. Депрессионное стекло, массово заполнившее рынок во время Великой депрессии в Америке, тоже является урановым стеклом. В США это стекло было так обыденно, как кубинские сигары. На американском английском с 1950 года появился термин «вазелин глэс», то есть от немецкого названия нефтяного желе, вазелина, имеющего желтоватый зеленый цвет оливкового масла. Перед вами молочник из уранового стекла Англии, компания Дэвидсон, 1890 год. И стоимость его 7520. На канале Елена Эйзен «Три брошки с бложки» я узнала, что и в бижутерии можно обнаружить урановые соединения. И я решила проверить и свои украшения. Кстати, канал Леночки очень интересный. И если вы еще не подписаны на него, советую обязательно подписаться. И вы будете приятно удивлены, как она увлекательно рассказывает об уникальной своей коллекции, о каждой брошке, персне, бусах и других украшениях. Ну, а я пошла, возьму сейчас коробочку со своими украшениями. Это моя коробочка, где у меня кольца, которыми я чаще всего пользуюсь. И вы помните многие из этих колец? Ну, например, вот это кольцо я его недавно одевала. Вот это, кстати, мое любимое кольцо. Ну, одеваю я его, кстати, не так уж часто. Вот видите, даже бриллиантовое колечко есть. Из янтаря. Это вот, которое недавно я купила. Вот у меня старые кольца. Ну, вот. Из яшмы. Вот, решила посмотреть, есть ли у меня какие-то кольца с ураном. Сейчас фонарик наведу сюда и посмотрю. Вот смотрите. Как будет сейчас меняться свет этого кольца. Вот видите, он становится розовым. Голубой, розовый. Голубой, розовый. Голубой, розовый. А остальные камни. Вот здесь камень, видите, зеленый. Но он так остается зеленый. Чёрный. Так и остаётся чёрный. Здесь так и остаётся. Так. Ну, вот этот тоже, видите, меняется. Вот прям подсвечиваю, ничего. Подсвечиваю, ничего. Что есть, что нету. Тоже ничего. 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 Ну, вот этот вот прям вот сразу. Когда я покупала этот набор, меня уверили, что, хотя и зажим не маркирован, но это одна фирма Моне. Ну, вот смотрите. Действительно, вроде как всё похоже, да? А теперь проверяем ультрафиолетовым фонариком. И посмотрите, как сейчас всё изменится. Вот, видите. А теперь перенесём фонарик на зажим. Ничего не изменилось. Просто видно, что луч туда попадает, да? Но... Вот. Ничего не изменилось. Луч попадает и всё. А вот эти, посмотрите, как видно, да? Вот они. И этот. Вот есть разница? Просто вот, видите, направил на него ничего. Просто направила фонариком ничего. И вот посмотрите, здесь... Да. Такой цвет. Значит, здесь всё-таки уран. И это явно из разных коллекций. Ну, ура... Я... Явно из разных коллекций. Ну, явно из разных коллекций. Посмотрите. Вот фонарик там и здесь. Ну, явно, раз я открыла свою коробочку. Хочу вам показать некоторые кольца. Ну, вот, например, это кольцо мне очень нравится. Посмотрите, какая здесь эмаль, техника глазане. Но, правда, в современном исполнении. Очень красивое. С розами. Ну, такое винтажное. Замечательное кольцо. И вообще, если вы заметили, я люблю крупные камни, крупные перстни. Ну, и также крупные... Техника глазане. Вот, не знаю, мне это кольцо вот безумно нравится. Она кажется царским. Смотрите, как столько всего здесь золотые такие нанесения и рисунок. Спасибо, мои дорогие друзья, что были со мной. Надеюсь, вам было интересно. Потому что я очень старалась и сделала все для того, чтобы вам было интересно. А я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Хочу, чтобы у вас все-все-все было на этой неделе прекрасно. До встречи. Еще каштаны только-только начали желтеть.